здравствуйте здравствуйте сегодня у нас 30 ноября 2015 года канал артподготовка программа плохие новости я вячеслав мальф со мной студии ильнур байрамов у нас прямой эфир вещаем мы из саратова с волги из россии до новой исторической эпохи осталось 706 дней так что с этим вас всех поздравляю у нас эфир что-то я извиняюсь мы задержали немножко потому что у нас какие-то сбои были интернета интернет такой у нас в саратове вот такие дела так вот сейчас прям секундочку секундочку значит вот ильнур хотел рассказать и потому что требует от меня сны вер полны да как вот сон не себе странный приснил совершенно скаловой гора у нас тут в саратове есть и как будто там домики такие деревянники на на ней стоят а там как будто нет домов и огромная такая площадка и сообщает что туда путин приедет и будет выступать с каким-то историческим посланием людей туда загоняют я решил прийти посмотреть что же там такое прихожу ну смотрю там полтора инвалида много людей нет я что-то отошел причем ненадолго там минут на десять думаю ну сейчас вернусь тут же наверное путин выступать прихожу от а вообще никого нет удивительно такая такое дело никого никакого путина никаких людей я чуть брожу ищу думаю а куда же все делись то и смотрю там вот в районе сцены стоит дачный деревянный сортир я такой вообще уже в непонятке я думал путин сортире что и вот иду хочу открыть дверь и вот у меня про вот образ я думаю но там повесился в этом сортире но не иначе открываю там все обосрано в этом сортире никакого путина и я чувствую что-то не то здесь и вот в очко то я заглядываю все завтра на в очке чисто телевизор в очке представишь экран и по экран почему-то иртеньев читает свои стихи я думаю тут вот даже приличный человек на экране даже погадить некуда вот такое место что даже погадить не не знаю к чему и к чему этот сон я думаю что в ближайшее время мы узнаем вообще к деньгам официальная вот буква йо сегодня праздник 29 ноября 1783 года она была признана буквой йо ну наверно основная буква у нас уйо все у нас на его ну скончался эльдар рязанов такая в общем-то трагичное такое известие любимый режиссер у многих в том числе и у меня у меня немногие фильмы рязанова любимые то есть там ну по крайней мере последние фильмы то точно я его никак не воспринимаю но есть два фильма которые я обожаю ну да и как ты думаешь нужно у вас такой вкус и роли же сырой или с легким паром безусловно у меня даже случай был когда мы почти трое суток не спали на заставе и у меня выдался четыре часа 33 часа что поспать я зашел в ленинскую комнату включил телик решил там покурить чтобы на улице не выходить а тут иронию судьбы я вместо сна просмотрел иронию судьбы и пошел на службу вот и конечно берегись автомобили это почему не знаю гениальный фильм на мой взгляд берегись автомобиля иронии судьбы это вообще просто вот за пределом ну пишет гараж ну гараж как не так он несколько по моему схематичный какой-то вот так вот я бы сказал рязан вообще любил брать спектакли какие-то в том числе иронии судьбы служебные романы джи были и гараж успешные спектакли которые ставились и делал он их потом конечно очень хорошо вот ирония судьбы это гениально так что лучше можно как-то аплодирует до когда актеров но и актером в общем-то неплохим и поэтому да так как и дату своего ухода надо благодарны принимать так что я как в общем человек верующий рад за него если честно начала как мучиться человек уже старая мучился и общем не самая худшая смерть пусть будет земля ему пухом вот я прочитаю все эти страшности которые есть тебе ничего четыре человека погибли в дтп с автобусом в кузбассе то есть автобусная тема у нас продолжается значит на трассе дон перевернулся автобус четверо погибших это следующая новость столкновение автобуса и рено под тулой 2 погибших красноярске дтп 4 человек покойников в фуру проторомил легковушку под курском 5 трупов вот где сирия то есть и вот эти уроды они какие-то платоны вводят какую-то херню увозят что-то запрещают какие-то знаки вешают осевые слышь медведев посмотри что творится уродит вертолет упал в хантамансийске ну еврокоптер 3 350 такой в общем-то относительно недорогой да тоже по сравнению с гроссовским конечно то есть тоже есть пострадавшие надо отметить что авиакомпании называется сокол вот я всегда говорил только идиот может назвать авиакомпанию сапсан или сокол или икар ну вот то что падает или там но не надо так называть авиакомпании привозят первое условие сразу то есть и потом очень много других условий если люди не выполняют одно условие первое не знаешь вообще нихера в этом ничего не понимает и выполнять не будут ничего не может авиакомпании сокол называться вы не может того что кал падает вот один человек погиб в результате жесткой посадки едва на камчатке ну в общем не два просто взял и упал и не мудрено потому что авиакомпании которые он принадлежит называется кречит там сокол здесь кречит ну то уж сокол только несколько другой название я говорю особенно веселые такие названия там и икар да сокол коричную много я не буду их называть вот и и знаю я бы что значит самолет совершил аварийную на выходных посадку во внуково этой ютей ра 5 опять ютэр и опять ютэр не принимай космиры раз в неделю что в раз в неделю и аварии про которые мы знаем а представь сколько про которые мы не знаем вот сегодня кстати фигуранта уголовного дела по ютэр судили значит на пять лет но стрелочника который вот не распорядился чтобы от р-72 нормально обработали от обледенения и он обледеневший тогда в двенадцатом году рухнул погибли люди вот оказался виновным погибший командир самолета и вот с наземной службы стрелочник все вот нормально выводы никто никакие не делают судя по всему а раз так люди должны делать выводы люди просто не должны летать авиакомпании ютэр просто должны бойкотировать потому что но это безумие они падают они ломаются они подвергают опасность человеческой живет человеческие жизни а к ним идут несут деньги покупают билеты и посмотрел люди в основном делятся в чатах на на 2 категории 1 ругает безумно это те которые пролетели этой компании а другие значит есть такие тролли которые хвалят путина под копирку а вот это хвалют ютэйр под копирку то есть едет мальчик или девочка и херач там как хорошо этой компании летать все в порядке не так страшный черт как ютэйр да ну ладно к сообщениям наших зрителей мурманске госпитализировали отравившихся младшеклассников еще то есть вот зима видишь несет отравление такого не было никогда травятся всегда летом где детишки так так у нас в россии принято теперь вот пошло и пишет ютэйр просто сам большая сам большая компания ютэйр аэрофлот и вот трансаэро гораздо больше ютэйр были посмотрите неправда ютэйр самая большая вольске в приемном пункте металллом обнаружили реактивный снаряд и вообще вот эти вот сейчас на все все можно одни названия только перечислить и и получается какой-то абсурд какая то да такая вот российская сирия такая то есть вот вольске обнаружили реактивный снаряд приемки как голые бабы по небу летят в баню попал реактивный снаряд вот так и здесь могло быть но слава богу не случилось под вольском женщина зарубила сожителя отрезала ему член ну и засунула в рот говорят в общем то ты представляешь вот и гил отдыхает вот чё у людей в голове брат говорит что у людей в голове только какого-то зычка малолетки убили и мертвого изнасиловали тут вот баба хлопнула мужика своего после этого отрезала их член и бухал еще все дела здесь ее прихватили то есть какие-то вот художники акционисты кругом одни причем у них и перформанс да и инсталляции все в одном флаконе то есть и здесь же вот такая художественная композиция с отрезанным этим и все остальное волгоградца отсидевшие за убийство бабушки застрелился из монтажного пистолета вообще в москве на территории монастыря работал бордель но похоронное бюро мы знаем а вот тут автомойку же я да да с ретинского монастыря бордель они не наш там будет какие-то гражданские работают не местные да вот говорят что настоятель эту сретенского монастыря духовник путина ну тогда в общем то все это объяснимо ну давай теперь да от наших зрителей сообщение сегодня много за выходные от алексей нам пишет вячеслав ускорьте процесс приз сил больше смотреть на это безумие нет добрый вечер вячеслав и его мы не можем как сожалению ничего ускорить всему свое время добрый вечер вячеслав и команда как по вашему по вашему безопасно ли сейчас летать turkish airlines с пересадка с пересадкой в стамбуле и какие проблемы могут быть при пересадочном рейсе спасибо андрей и лена из калуги тут смотрите постоянно случаются какие-то у них непонятки то ли мы подозревали там разборки в рамках одной компании идут между аэрбаз и боингом то ли вообще просто какая-то не очень удачная компания ну были одно время в 70-е годы мы знаем были аварии у них там и люди не дорабатывали и тогда и дисси у них в париже грохнулся и потом еще под парижем кто еще еще один диссию их два дисси когда хлопнула в 1 1 учета проблемы с приборами были а у другого люк забыли закрыть правильно да да точно ну вот и вроде как быть такие пережитки то они устранили все а сейчас в туалет с терроризмом то ли как-то какие-то другие причины опасные компании посмотреть ставим кто-то звонит постоянно не приземляются что у них на борту бомба пассажиры начинают орать что у них на борту бомба но вообще какая-то нездоровая там ситуация я брик не давал масса других компаний зачем то есть нужно выбирать то что птицы тихо то компания под которую не слышно и не видно я горе есть есть десятки компаний которые существуют почти там я не знаю сто лет но чуть меньше у них ни одной аварии ну чё зачем эти нужно подтверждаем перевод для дмитрия он пишет благодарю бога что он вам дал нам дал вас во время безумия и тотальной лжи красиво если позволите пару вопросов первой после пяти лет националистической диктатуры будет ли учредительное собрание а по сути учредительное собрание ты не нужно как таково учредительное собрание это времена доисторические, времена выборов. Само учредительное собрание по сути может состоять из всего народа. Народ, только нужна отработанная система, как благодаря своим этим гаджетам каждый может вносить свою лепту в управление государством, в управление обществом, страной и все. А зачем это учредительное собрание, где опять соберутся те же самые, нахрена не нужны? Не нужны они. Нужно, чтобы народ управлял. Основная масса людей не может быть дураками. Ну вот, чтобы мы не говорили там про ватников, которые поддерживают Путина и так далее, дайте мне на некоторое время свободу, вы увидите, как все изменится мгновенно. Потому что они будут чувствовать ответственность. Второй вопрос от Дмитрия. Будете ли вы объединяться с путинско-гиркинскими националистами во время революции? Лично я ненавижу Гиркина, но думаю, что он будущий лидер прокремлевских националистов? Не знаю. Дело в том, что я не думаю, что он уже может быть каким-то лидером. Это однозначно. То есть, он один раз уже отлидировал и экспультировался. Это обычно... Люди чувствуют это, люди понимают, за кем уйти. Человек, который офаршмачивался один раз, он уже больше не станет никаким. Ну, будет он там, как Жириновский, какой-то процент иметь, я не знаю, 3,5. Мне кажется, после революции прокремлевских никого не останется. Конечно, прокремлевских 100%. Никого не останется в процессе революции уже. Они либо очень сильно изменят свое мнение и переметнутся, ну, либо, сами понимаете. Лично я готов идти с вами. Мне в этой жизни терять ничего, кроме жизни и свободы. Так как за 28 лет ничего не нажал, даже семьи. С уважением, Дмитрий. Хорошо. Ну, плохо, что, в общем-то, за 28 ничто не нажал. Хотя, с другой стороны, это, я говорю, это... Лишнее, когда не обременяет, это очень здорово. Когда лишнее не обременяет. У буддистов четко в этом, так сказать, это направление отрабатывается, что не должно быть ничего лишнего. У древних монашеских орденов тоже было. Что полное нестяжание. Яков пишет. Привет из Чикаго от бывшего киевлянина. Живу в США с 89-го года. Слушаю плохие новости в записи каждый день по дороге с работы. Жаль, что не могу смотреть прямой эфир в разгар рабочего дня по местному времени. Вячеслав Вячеславович, прошу передать привет моему сыну Юрию из Белгорода. Хочу заинтересовать его артподготовкой. Передаю привет Юрию из Белгорода. Там много еще, ну, готово. Ну, вот еще буквально вот три, это... Без письма маленьких. Хуило его команда научились врать, даже если они молчат. Да, хорошо. Дмитрий, инженер. У меня все готово. Агитацию не прекращаю. От ментов до пенсионера. Аж приятно смотреть, как слушают. Вот бывшие чекисты никак. Сильно тупят. Ну, да. Я уже года три-четыре не смотрю никакой телевизор. Мой совет Вати. Ну, не смотрите Путлер ТВ. Сохраняйте остатки мозга. Олег Приморья. Хорошо. Вот, собственно, на сегодня. Все, сейчас у нас будут новости. Ну, тут эстонцы, пловцы эстонские всех удивили. Они, ныряльщики, лишились пальцев на руках. Представляешь, то есть... Ну, прыгали в тартау. Да, это было бы анекдотично, если бы это не было так грустно. То есть, там на соревнованиях ныряли, я так понимаю, с трамплина. И, там, то ли там дырки какие-то, то ли куда-то они пальцы засунули. В результате, вот, у двоих не осталось пальцев. Если бы это в Греции случилось, конечно, это было бы вообще чудовищно смешно. Ну, для Эстонии как-то... Ну, тоже, кстати, анекдотично. Про тормозов там потом расскажут. Что-нибудь там вот так, да. А понял, почему в Греции было бы смешно? Ну, они же вообще как бы себя не стезали. Нет, там же есть поговорка албанская, знаменитая такая-то, мусульманская поговорка. Есть, что... Ну, говорят у нее там на протяжении тысячелетий истории в этой поговорке, что поздоровавшись с греком, пересчитай пальцы. Так вот, поэтому, конечно, это было бы весело. Жители Гамбурга проголосовали против произведения в городе летней Олимпиады 2024. Ну, и все. Видишь, как здорово. То есть, а здесь никто не... Вот почему так устроен мир, что в Гамбурге людей спрашивают, нужна им Олимпиада или не нужна, а в Сочи никто никого не спрашивает. За Сочи решает Никит Путин, блядь, который самый главный Сочи. Ну, прям на лбу-то в Ройму написать, а выжить в Сочи, блядь. Террорист-смертник взорвал себя в Нигерии. Больше 20 жертв. Ну, классические такие вот сейчас варианты продолжаются. Нигерия, в общем-то, одна из стран Магриба, да. Так что... В результате взрыва на севере Камеруна погибли 17 человек. Да, тоже какой-то смертник взорвался. Ульяновские опознали тела погибших в Мали граждан России. Ну, привезли. Причем обещали, ты помнишь, как правители наши обещали, что привезут там тела в течение недели и так далее. Ну, привезли чуть больше, правда, по времени. Ну, та же Волга-Днепр. То есть, их же компания, как мы и говорили, их же и привезла. То есть, те правители, которые рассказывали, как они будут помогать, чем они там помогали, фиг ее знает. Мигранты, прибывшие в Германию, устраивают потасовки между собой. Да, вот какая-то там в Берлине. Драка произошла под Берлином. Где-то там семь человек в госпиталь попали. И огнетушителями каким-то друг друга били. Люди, я так понимаю, испугались, раздвижались. И вот почему германцы и все остальные думают, что вот эти мигранты будут себя хорошо вести у них, когда они, если ты помнишь, выкидывали с лодок людей в Средиземном море, топили, убивали, резали там. Почему же они должны их в приютах нормально себя вести? Председатель Европейского совета Дональд Туск заявил, задача саммита ЕС-Турция сократить приток мигрантов. Да, провели вот этот саммит ЕС-Турция. Там, значит, Эрдоган был. Три миллиарда евро на беженцев выделяют Турции. Да, вот Давут Аглу сказал, что саммит ЕС-Турция является историческим. Ну, имею в виду, что это как вот день, начал процесс вступления Турции в Евросоюз. Ну, вот на месте Евросоюз. Я прям немедленно Турцию принял. И дальше мигрантов бы уже не пускал. Сказал бы, ребят, вот хотели в Евросоюз. Вот вам Евросоюз, нет вопросов. Они Евросоюз, вот дальше не-не. Мечты сбываются. Газпром, да. Там, тем более, сейчас отели опустили. Представляешь, можно мигрантов загонять в отели. Платить из трех миллиардов. Да, да, да. Там эти за отели. Там будут отдыхать мигранты. Лежать пивко, потягивать. В общем, все нормально. Круто быть мигрантом. А? Круто быть мигрантом в ЕС. Почти 60 служащих аэропорта Парижа уволены за радикальные взгляды. Да, нам написали, вы предупреждали об исламистах, работающих во всех европейских аэропортах, а особенно во французских, датских и так далее. Да, мы предупреждали. И, в общем-то, это совершенно очевидно, что основную массу работ выполняют люди как раз из стран третьего мира, которые в основном мусульмане. Поэтому, в общем-то, но вот с этими надписями они, конечно, немножко переборщили, потому что нет даже такого отдаленного указания на то, что это сделали исламисты. Ну, на арабском языке было написано «Аллах Акбар». Это не обязательно, что этот самолет должен взорваться, наоборот, то есть, это мольба к Богу, понимаешь, если пишут... Ну, тут для незнающих, по-русски, Вася здесь был? Нет, нет, здесь не Вася был, это, ну, такой-такой знак, печать такая, охранение, наоборот, печать охранения, понимаешь, совершенно очевидно. Почему? Потому что сейчас они начали эти надписи находить, а они старые. Причем на лючках эти надписи. Ну, правильно, он закрыл и написал, ну, чтобы ничего не случилось, понимаешь? Он не для того, чтобы, наоборот, этот самолет взорвался. Нет, ни в коем случае. И вот этот, конечно, очень интересный подход, то есть, они уже на воду дуют, на молоке обжегшись, а то ли мозгов нет, то ли специально это раздувается. Но, в любом случае, проблема есть, проблема остается, и тот, кто будет взрывать самолеты, не будет на них ничего писать, поверь, никогда в жизни. А зачем они? Так как у Высоцкого, да, в общественном парижском туалете есть надписи на русском языке. Так вот и здесь. А при массовых убийствах в Париже использовалось югославское оружие. Ну, да, там автомат Калашникова, югославского производства. Теперь и продавали оружие немцы через интернет. Нет, в общем, теперь запретите, ну, все бывшие югославские страны, надо немцев и интернет. Ну, не этим бы оружием они пользовались, ну, китайским бы пользовались оружием. Не китайским, каким-нибудь другим бы пользовались, бывшим советским. С Украины оружием. Да каким угодно. И оружия очень много. Тем более в арабских кварталах в самом Париже. Там абсолютно любое можно найти. Да и везде можно купить сколько хочешь. Сейчас вот, имея интернет, вообще проблем нет никаких. Министр внутренних дел Франции Бернард Казнев согласился принять подарок от российских коллег щенка Добрыню. Да, вот тут щенка, это очень много рассказывали, как вот погибла собачка Дизель, которую, значит, запустили в Сен-Дени, там, хватать, кусать террористов. Они ее застрелили. И теперь, теперь вот щенка, значит, Добрыню подарили. И много показывали по телеку, как в России, в России же всегда заботятся обо всех. Это же не французы какие, вот у них собачку застрелили, а здесь бронежилеты для собак придумали. Вот показ, как бедных собак заворачивают бронежилеты. И вот, ты знаешь, там, на них есть психологи или нет, я не знаю. Я помню в своей жизни столкнулся с очень таким неприятным случаем, который кончился хорошо, потому что были мазки. То есть, был вооруженный человек, вооруженного человека нужно было взять, а вооруженным был автомат. И у нас были собачки. И было предложение такое, давайте собачек пустим на него, и потом его, значит, возьмем. И добрые люди посоветовались между собой, решили, что если собачку на него пустить, он же, наверное, не будет ждать, когда они его съедят. Он, наверное, перестреляет. А потом и в нас начнет стрелять, потому что человек, который начал стрелять, уже не остановится. А до того момента, как он не начал стрелять, ну, может, он сдастся. Он же ничего не сделал. Ну, и он сдался. На него не стали пускать собак. Потому что инструктора отказались, сказали, пошел нафиг. Зачем собаку? Ну, он ее убьет. И потом нас убьет. И все, он сдался. Он не стал стрелять. Вот, может, если бы Сен-Дени, я не знаю, какая там обстановка. Может быть, если бы собачку дизеля на них не пустили, может быть, они бы тоже сдались. Такой тоже вариант. Может быть, это 0,01%. Понимаешь? А когда на собачке бронежилет, то и у инструктора уже сердце легкое. Ну, может, не прибьют собачку. Надо ее спустить. Зачем собаку спускать на человека? Он обязательно будет защищаться. А потом и вас будет мочить. Там у нас фотка есть. Какая? С собачкой. С собачкой? А, там другая фотка. Вот какая фотка. Вот такая вот. Это интереснее. Да, вот. Гораздо. Вместо бронежилета. Акция протеста в Париже. Более 200 арестов. Да, вот. Там проходит сейчас саммит по климату. Правда, я так вообще не заметил, что там о климате какие-то разговоры. Ну, кроме Путина. Вот, 200 арестовали человек, которые тоже боролись за климат. Причем, вот они достаточно активно борются. Смотри. Вы газом, куча полицейских. Газом ему в рожу. А он еще что-то пытается с ним там воевать. Вот тоже. Ну, веселые ребята, конечно. Борьба за климат называется. Путин рассказал о замедлении России глобального потепления на год. Это вообще, это закат солнца вручную. Это охереть, понимаешь? Я когда это услышал, это вот может к этому мне сон приснился. Я не знаю. Что это, вот этот бред, понимаешь? Как замедление на год. А он знает, насколько оно, вообще масштабы этого потепления. Может, вообще нет ни хрена этого потепления Путин. Не знаю. На 365 дней можно высчитать в часах, в минутах. Это он, потому что до 2020 года что-то там сократит. И поэтому, значит, затормозили. Ну, такой бред. Причем, я даже цитату не буду читать. Россия прививает активные шаги, лучше прочитать. По решению проблем глобального потепления. Наша страна вышла на одно из первых мест в мире по темпам снижения энергоемкости экономики. 33-34% за период с 2000 по 2012 год. И этим, конечно, он, значит, понизил. То есть, глобальное потепление на год. Представляешь, вот люди, которые занимаются климатом, считают потепление результатом деятельности Солнца. Результатом вулканической деятельности. Человеческую деятельность от всей вулканической деятельности они считают 0,1%, даже не процент. То есть, вот вулкан один плюнул, это как сто лет здесь качегары херачили, понимаешь, уголь кидали. И это наличие пресной и соленой воды в мировом океане, а соответственно изменение течений. Вот, и эти условия влияют. И вдруг выходит какой-то Путин и говорит, я тут вот солнцем вручную закатываю, понимаешь, и вообще я молодец. Понимаешь, какие... То есть, я понимаю, о чем говорил Путин. Знаешь, о чем он говорил? Хочешь, я расшифрую. Он пиздец экономики, мы ее погубили, поэтому мы не засираем ничего. Мы ничего не засираем, у нас нет экономики. Вы что, какой климат, о чем речь? Мы его на сто лет там обезопасили. У нас ничего нет, я убил всю экономику. Кроме естественных газов больше ничего не успешно. Да, да, да. Так что, вот ты посмотри, по Саратову. Вот там Арджиникидзе завод. Что он делает? Да, там Джуманджи или уже и Джуманджи? Даже у меня и начнут клубы. Да, уже и начнут клубы. Офисы. Завод авиационный. Там вообще чистое поле и из неких цехов Ашан и оранжевые сделаны. Там вот любой завод, бери все, нет ничего. Там этот... На Танкистов был завод, сейчас Ассорти. Ну да, продолжать можно сколько угодно. Оланд. Никогда ставки на международные встречи не были столь высоки? Ну да, конечно. Это про какую встречу? Особенно, да, в Мюнхене там, в херня какая, да, там, Мюнхен 38-й год. Вот сейчас, вот это да. Никогда не были высоки, да. Как этот Черномырдин, никогда не было и вот опять, да. Ну, Оланд, ну что, как в луже пернет, всегда скажет что-то. Путин отказался от встречи с Эрдоганом. Да, видишь, Путин. Ну, правильно, говорит. Для Путина принципиально было бы встретиться вначале с Обамой, а с Эрдоганом. Ну, что он может сказать Эрдогану? Тот все знает и этот все знает. Ну, что они могут друг другу сказать? Понимаешь? Это получается как тот анекдот про двух раввину, да? Не знаю, вы расскажете. Ну, когда двух раввинов там, великих евреев собрали где-то, они весь вечер просидели и промолчали. Они говорят, а как же, вот вам что, поговорить не о чем? Он говорит, а о чем нам говорить? Он великий раввина, я великий раввин. Он знает столько же, сколько и о чем нам говорить? Так и эти ребята, они, конечно, не великие раввины, но великие мошенники. И тот знает все. И это за чем им говорить? Путин встретился с лидерами США и Китая на саммите в Париже. Ну, да, вот. Как раз, видишь, китайцы, наверное, рассказал ему радостно, сказал, слышь, Вов, а мы тут договорчик подписали с Казахстаном, с Турцией, со всеми, что железная дорога пойдет мимо тебя. 28 числа тут подписали. Так что ты радуйся. Вот такой ты молодец. Ну, а я так понимаю, с Обамой встречались, и Обама пожелал, чтобы катапультировали этого Асада. Ну, это естественно. Я думаю, что и Путин и пытается разменять сейчас на Асада хорошее отношение. То есть, что-то там договориться за счет того, чтобы слить Асада. Ну, Асад ничего не стоит. В этой игре, вот, что бы Обама ни говорил, Асад для него, почему персона важная? Потому что он заканчивает свой срок полномочий. Ему важно, чтобы никакого Асада до конца не ушло. Вот он диктатора, да, победил. Да какой Асад? Сейчас нет никто. Кто такой Асад вообще? Хрен с горы магнитной. Вот рассказывают все западные СМИ, что Путин встречался с Обамой 20 минут. Ну, Обам, я так понимаю, протокольный такой 20 минут. Но российские СМИ написали, более 30 минут продлилось. То есть, 30 минут, столько-то секунд там и так далее. Я думаю, что российские СМИ, наверное, там с секундомером сидели и ждали. Очень забавно. Президент Турции подтвердил намерение встретиться с Владимиром Путиным. Да, то есть, вот он говорил, что и в беседе с Назарбаевым, и до этого говорил, что готов встретиться. А Путин, ну, ни в какую. Ну, потому что Путин, я так понимаю, ну, мы же говорили, говорили давно, что он, в общем, ведет себя так вот, как на дешевых разборках в 90-е годы всякие фраера вели себя. И когда человек достаточно цельный, а Эрдоган, вот при всех его минусах, жадности, подлости, там, его исламизме и так далее, он все-таки личность цельная, безусловно. Он, конечно, его задавит мгновенно. И Путин этого пугается. Вот с такими, как Обама, он может. Ну, что тут, тушатый, э-э, смеется, ему все весело. А этому нифига не весело. Тем более, Эрдоган счастлив, у него все. Все закипело, понимаешь, все было плохо. Там какие-то были оппозиционеры, какие-то были подонки, которые в интернете что-то писали, какие-то там СМИ против него выступали. А сейчас все хорошо, все за него. Ну, вот он, собственно, сделал заявление в отношении России. О чем говорил? Ну, как, это премьер сделал заявление. Да вот, Оглу. А, премьер. Да, да, да. Он сказал, что заинтересована Анкара в сохранении канала в связи с Москвой. Ну, естественно, они сейчас будут говорить, что дружба да, бомба нет и так далее. Ну, что бы они ни говорили, нужно понимать, что у них появился настоящий враг, которого можно реально позиционировать как врага и подтягивать под эту, так сказать, тему, подтягивать кого угодно. Подтягивать людей с деньгами, подтягивать этих националистов турецких, которые ненавидели их всегда, сплачивать нацию, там, какие-то по ушам ездить, придумывать какие-то совершенно невообразимые вещи. Ну, не такие, как здесь придумывают. Ну, хотя, опять же, так сказать, вот, тема восстановления, там, Османской империи, она еще запросто может прозвучать и, там, подтянуть каких-то совершенно оглашенных, да. Ну, посмотрим. В неплановый краткосрочный визит президента Азербайджана в Минск аналитики разных стран сопровождали интригой. Не для того, Лильхам Алиев, уважающий Турцию, летит к донбасскому миротворцу Лукашенко, чтобы посоветоваться, как помирить Москву и Анкару. Ну, ты знаешь, как это было, знаешь, о чем они там советовались, нет, ты думаешь, знаешь. Вот я не был, но я уверен, когда приехали, этот, Ильхам Гейдар Аглы, да, правильно я говорю, вот он приехал и говорит, Григорьич, да он же ебнулся, Вова ебнулся, вот так он сказал, понимаешь, с самого начала. И тот говорит, да, да, и все, а потом сели и стали разбирать не как помогать нам Турции или России, а как самим из этой херни вылазить, вот о чем они там говорили. Только об этом они говорили, они не говорили, давай там сейчас поедем замерять кого-то, нифига. У них и тот, и другой напрямую зависят от России, и у того, и у другого есть интерес, в том числе и в Турции, и в общем-то они попали очень сильно. Ну, причем у Лукашенко есть большой выпуск донбасского регулирования. Это понятно, но здесь не Донбасс, понимаешь, Турция и Сирия точно не Донбасс, и Лукашенко точно. Вот, если в прошлый раз, ты помнишь, я выступил с обращением к Лукашенко и просил его вмешаться в конфликт на Донбассе, я сейчас говорю, Григорьевич, не лезь сюда, такая сраная яма, спасайся сам, не лезь сюда. Самолет из российской верогруппы в Сирии ошибочно вошел в воздушное пространство Израиля. Вот, мне говорят, слава, мат недопустим, но я же цитировал Ильхама Гейдара Аглы, вот честное слово, вот можете у него спросить, он наверняка именно такими словами Лукашенко и сказал, я же него как по-другому. Самолет из российской авиагруппы в Сирии ошибочно вошел в воздушное пространство Израиля и без происшествия вернулся на противоположную сторону границы, сообщил министр обороны Израиля. Да, говорит, как в том фильме, ошибился я, вот, да, Израиль, говорит, ошибся, самолет случайно залетел, но он нам не враг, мы его мочить не стали. И тут вопрос к министерству обороны, а вы что молчите, ребят? Вы же в таких случаях выбегаете, коверные выскакивают, начинают там хлопать в ладоши, что-то кричать, здесь что молчите, так? Да, ну вы же говорите, что ваши самолеты, они случайно в чужое воздушное пространство залететь не могут. Ну что, Су-24 не мог нарушить границу Турции, да, потому что этого не может быть, потому что этого не может быть никогда. Ну сейчас вот нарушили границу с Израилем, значит, нарочно нарушили, если вы не можете, значит, вы его провоцируете, а если не провоцируете, значит, вы можете случайно залетать. А если вы можете случайно залетать, значит вы и залетели в Турцию случайно. Потому что вы ни хера пальцем в одно место только можете тыкать. Ужас какой-то вообще. Кенсек НАТО Йенс Тоттелберг вновь заявил, что российский бомбардировщик Су-24, сбитый Турцией, нарушил турецкое воздушное пространство. Ну да, там средства объективного контроля представили данные и все. Он и заявил. Ну это вообще на самом деле понятно абсолютно всем. Что так оно и было. Российские Су-34 впервые вылетели в Сирию с ракетами воздух-воздух. Ну да. Не в Сирию, а в Сирии. То есть там Су-34 летает и теперь они будут летать с ракетами воздух-воздух. А еще на себе бомбы носить будет очень весело. Представляешь? Ну то есть бомбовый нагруз, конечно, значительно снижается. И если он загружается бомбами, летит и сбрасывает эти бомбы, то все нормально. Он возвращается пустой и совершенно спокойно садится, покуривает. А если он садится с ракетами воздух-воздух, но не будет же он каждый раз от них избавляться. А они на подвесках, на внешних находятся. На пилонах. На пилонах. Ну на подвесках, да. То может, я как бы не хочу быть в Англии, но это не очень приятно. Средства массовой информации сообщают о десятках погибших при ударе российских военно-космических сил по рынку в Сирии. Ну да, видишь, отомстить обещали. Вот говорят, от 40 до 60 мирных жителей хлопнули. Причем Сирийский совет по надзору за правами человека об этом сообщил. Аль-Жазира канал показал. Все уже есть в интернете. В общем-то, ну, отомстили. Тело пилота Су-24 доставили в Москву. Ну да, и встречал, прибежал Шойгу встречать. Вот нафиг он там нужен был, да. Ладно, Бондарев встречал, но ему как бы... Я так понимаю, что это его боевой товарищ из той части, которую он вообще командовал, который Бондарев. Я так понимаю, они личные, я понимаю, знакомые. А вот Шойгу-то что там сделал? Представляешь, вот боевой летчик. И отдал свою жизнь за Рот-Эрбентом. И вокруг там, ну, я Бондарев это исключаю, а вот все остальные, да, там, воры, жулики всякие, прыгают, подпрыгают. И там играют кометь с переживанием, да. Ужас, конечно, жуть. Я вот не завидую семье этого. Человек, ему-то пофигу, он погиб. А вот семья, наверное, такого цирка насмотрится, что... Путин предложил дать статус ветеранов участникам операции в Сирии. Да, ой, то есть ты видишь, какие все тут заботливые стали. Тут вот Маркин даже откуда ни возьмись появился, то есть со сломанной там ногой, или что он там себе хрен сломал, может быть, там на этих, на коньках. И тут он, что вот в международной контртеррористической операции в Сирии погибли два российских героя. И вся вот остальная мечпуха в один голос завывают. Вопрос вам, ребятки, а чьи сыновья-то там и родственники в Сирии воюют? Рутенбергов сыновья? Ковальчука? Медведева? Дима, может быть, сынок там воюет? Может быть, Миллера или Путина какие-то родственники, или друзья, или родственники друзей? Кто там в Сирии воюет-то, а? Плакальщики тут хреновые, блядь. Пустите своих детей туда, в Сирию, тогда будете иметь право вообще какие-то слова говорить. Уроды. Владимир Путин подписал указ о мерах по обеспечению национальной безопасности Российской Федерации и защите граждан Российской Федерации от преступных и иных противоправных действий и о применении специальных экономических мер в отношении Турецкой Республики. Такое название там, о защите. А на самом деле просто о том, чтобы Турции сделать западло. Там больше ничего нет. Запрет или ограничение внешнеэкономической операции, предусматривающих ввоз на территорию и отдельных видов товаров, запрет на ограничение для организации, находящейся под юрисдикцией Турецкой Республики, на выполнение и оказание отдельных видов работ, там, т.т.т. Приостановить с 1 января 16-го в соответствии, т.т.т.т.т.т., значит, договор об условиях взаимных поездок. Министерство иностранных дел установить, установлен в порядке направить Турецкой Республике уведомление о частичном приостановлении действий, указов, договоров и т.д. Правительство Российской Федерации определить перечень товаров, услуг, это к сегодняшнему дню они должны были определить перечень работодателей, которые могут, которые не могут работать, определить перечень контрактов, которые могут, которые отменяются, принять меры, предусматривающие введение запрета на чартерные воздушные перевозки. В общем, вот так далее. И, в общем, все запретить. И сегодня днем на встрече с вице-премьерами в горках, в горках, Ленин Хренов, Медведев сообщил о готовности проекта постановления Белого дома. Ему в указе написали, что этот перечень был подготовлен. Они проект подготовили пока еще, требовалось, чтобы в понедельник утвердили перечень, уже насколько я помню. Я думаю, что пока перечень они утверждать не будут. Тут запрет на продукты питания, фрукты, овощи и так далее. Это основное. Пока шмотка они не коснулись. Насколько я понял, они же ничего не опубликовали. И было сказано, что список запрещенных товаров обнародуют в понедельник. Что-то СМИ опубликовали. Но это не постановление правительства. Это херня на постном масле. Постановление правительства должно быть там подписано соответствующим Лениным из горок. Председателем Совнаркома. Песков рассказал о тревоге турецкого бизнеса после крушения Су-24. Там все бьют в набат, он сказал. Здесь все в едином порыве воевать с Турцией хотят, а там все в набат бьют. Там что, другие дураки, что ли? Батники другие? Там такие же ватники. Вот они ходят с путинскими плакатами. Они что-то не больно. По ним не видно, чтобы они там очень переживали. Они там все объединяются вокруг своего Путина и Эрдогана. У них там тоже свой рок-н-ролл. Свой парк аттракционов с блэк-джеком и шлюхами. Ну вот сегодня у нас турецкий тандыр. Ну поговорим сегодня. Еще вот там дальше у нас будет. Это же официальная сегодня тема. Ты что? Так что видишь, вот как говорят у нас, загрозил мужик Папу, я к обедни не пойду. Да, вот мы сейчас забаним турок и турки нам ничего не будут присылать. И мы в связи с этим будем хрен сосать. Молодец. Причем самый веселый. Банине турок во сколько обойдется. Вот ты помнишь, что там в 12-м, в 13-м году хлопал в ладоши, что дадим работу там столько-то тысячам турок, 30 миллиардов с лишним хернем в АЭСку. Сейчас они все это собираются морозить. Вова, это наши деньги. Ты с нами не посоветовался, их туда выбросил, а теперь с нами не советуешься, ты их там хренишь. Это вообще, то есть, здесь ни дорог, ни медицины, ничего. 30 миллиардов надо было отдать в Турцию. Ну ладно, отдали, а теперь что? То есть, Лов рассматривает государство Российскую Федерацию как свою частную лавочку. То есть, здесь он может бакануть, может извлекать прибыль, если захочет, а если захочет, может и в убытки все отправить. Ну, молодец он что, пусть продолжает. Вчера заместитель главы Минэкономразвития России Олег Фомичев сообщил о грядущем росте цен, если в скором времени не будет найдена замена турецким продуктам. Да даже если и будет найдена, в любом случае цены вырастут, да? Как помнишь, вот Сережа мне хорошо напомнил, из Ревизора, помнишь, какая война с турками? Плохо, просто нам плохо будет, а не туркам. Граничий так сказал, в общем-то, абсолютно прав он. Так что, вот такая война с турками. Указ президента по Турции будет способствовать развитию внутреннего туризма, сообщает Ростуризм. Да, и знаешь, какое место для туризма выбрали основное? Чечню. Дагестан. Да ладно. Да, можно прекрасно отдохнуть на кирпичном заводе в качестве раба. Прекрасное место для отдыха в Дагестан. Так, постреливают беглым, беглым. Да, помнишь, как в этом хождении по мукам, да? Три очереди шрапнули по товарищам огонь. Песков рассказал о нефтяных интересах сына Эрдогана. У Навального играет Песков. Да, страшные ребята. Вот они уличили сына Эрдогана. Причем они открыли Америку. Мы знаем, что в Ютубе столько записей, телефонных разговоров Эрдогана с своим сыном. Когда, помнишь, когда там 40 полицейских у них арестовали, причем эрдогановских, за коррупцию. И Эрдоган очканул и приказал сыну выносить из дома деньги. Там был миллиард, это 10 тонн денег. И там разговор кончается тем, что он говорит, ладно, я один справлюсь, там у меня всего 300 килограмм, осталось 30 миллионов. Там за 3 часа они 10 тонн куда-то загрузили денег. Поэтому кто такой сын Эрдогана и кто такой Эрдоган без всяких Песковых знали всегда. Ну вот чудо. Песков прозрел, бляха-муха. Понимаешь, Путин прозрел. Когда интересно они прозреть по поводу Китая, Ирана. Я думаю, что для этого нужно тоже, чтобы что-то такое произошло. И вот пишут, что уничтожение российского бомбардировщика можно рассматривать в качестве мести сына турецкого президента и так далее. МВД России выступает за перекрытие границы между Сирией и Турцией. МИД, МИД России. А, МИД России. МИД, конечно. МИД России. Да, ну, это ж, стороны Сирии должны быть перекрыты границы, как они считают, да? То есть, стороны Сирии, там огромное количество всяких туркменов, которые решат, что им надо границу, что ли, перекрыть? Да я представляю, что там будет. То есть, те, даже которые сейчас не воюют, будут воевать. Любая попытка перекрыть границу между Сирией и Турцией вызовет совершенно понятную реакцию со стороны Турции. И если какая-то часть турецких граждан вдруг окажется в Сирии и будет воевать на стороне вот этих туркменов, то я абсолютно не удивлюсь. Даже, я думаю, что там и военторг откроется сразу же. Они что, думают, что если Путин умеет открывать военторги, Эрдоган, что ли, не умеет? Научится у Путина. В Саратове 27 студентов из Турции задержаны за употребление наркотиков. Да, видишь, то есть началось тут, вот схватили их не за употребление наркотиков, их схватили, принудительно заставили сдать анализы. Не заставили сдать, а взяли анализы принудительно. И оказалось, что у них следы наркотиков, я не знаю, что у них там брали, где это, эти следы нашли. Ну, в общем, такая вот страшная вещь произошла. Они до этого никто не знал. То есть все, я думаю, тут менты спокойно знали, чем занимаются эти турецко-подданные. Да, ну, как-то вот недосуг. Команды не было трогать. Ну, в корпусах, где живут индусы, турки, туда даже не заходят. Конечно. Вообще не заходят. Да, туда и нельзя зайти. Я помню, пришел в определенное учебное заведение, причем это корпус, где проходят занятия. Там был такой запах стойки анаши, я чуть не охренел. Я ректору говорю, это же давным-давно было. Я ректору говорю, а что у тебя на весь корпус-то анашой воняет? Он говорит, ой, а я думал, траву жгут. Один из депутатов Госдумы призвал бойкотировать рестораны турецкой кухни. Да, какой-то ЛДПР-шник по фамилии Фургал. Фургал ему надо фамилию дать. Сколько уродов и дебилов, это безумно. Вот у нас мы сказали турецкий тандыр бойкотировать. Тут вот каких только нет. Тут вот, во-первых, пишут, что российский артист Михаил Турецкий заявил, что возможно сменит фамилию. Надеюсь, что это шутка. Саратское отделение Единой России заявило, что планируют провести рейд в турецком тандыре. Провели они? Пока нет. Но снимают название сегодня. Просто они понимают, что хозяева там непростые. Очень хорошо было бы, если бы они провели, там даги им бы таких навешали, я надеюсь, да, вот этим вот каренделям. Было бы очень-очень весело. Ты понимаешь, это вот даже вот в любой стране дураков, если даже все дураки, там обязательно должны быть знатные дураки. Такие сказочные голбоебы. Вот как раз вот это вот ядросы и есть. Такие знатные, такие дураки. Саратовские школьники хотят собрать деньги на Су-24. Это вообще такая бредятина. Я понимаю, тут Ферапонт Головатов, да, вот он собирал на МИГе деньги. На один МИГ собрал деньги. Он причем этот МИГ выработал ресурс, его списали и поставили у нас в виде музейного экспоната. Так он снова денег собрал, купили еще один. Ну, я как-нибудь время сейчас нет, расскажу. Эту историю очень смешная, потому что мне рассказывали люди, которые там присутствовали. Как он первый раз покупал самолет, что пришел, говорит, мужик с мешком. Они охренели, говорят, они сидят, у них в заседании звонит кадровик, он же комитетчик, конечно. И говорит, а тут мужик с мешком пришел, самолет хочет купить. Сколько самолет стоит? Они говорят, да хрен его знает, сколько стоит? Пригласили, деньги пересчитали, там сто тысяч оказалось. Они говорят, вот столько и стоит как раз. Иди выбирай. Он говорит, я выбрать хочу. Ну, иди. Я выходил, трогал, смотрел, говорит, вот вот это. Ну, ладно. И пилота загнали, но поднялся, летает. И по радиостанции сообщает, у него шасси не выходит. Убрать-то убрал, а выпустить не может, посадить самолет не может. Ну, они его берут, говорят, пойдем чай пить, он еще долго тут будет летать. Ну, конечно, самолет на брюхо посадили, грохнули. Ну, другой разукрасили. Чего, каких там полно самолетов. Вот другой вот этот самолет пролетал, в общем-то, и летчик жив остался. Ну, вот по поводу Су-24. Понимаешь, вот Ферапонт, глава фон денежки эти сам заработал. Он мед качал, очень лошадиный труд. Понимаешь, Татьяна? Мы когда там на какие-то вещи в пионерском возрасте собирали, то мы таскали металлолом. Я помню, надорвался даже какой-то металлолом, таскал. Так мне хотелось победить, и мы победили. Макулатуру собирали, да. А детишки современные им сказали, надо собрать денег. И знаешь, как они, как ты думаешь, собрали деньги? Они счет открыли и сайт, и все остальные должны собирать им деньги на Су-24. Так дети деньги теперь собирают. И это рассказывает о великом почине саратовском. Причем, я так понимаю, там директорша им подкинула информацию, то есть идею. А директорша наверняка кто-то из деревянных солдат Фуропену Джуза скомандовал на Су-24. Надо сказать, деревянным солдатам, ребят, Су-24 не выпускается с 93-го года. Так что нужно сказать, самолет купим лучше, лучше на эти деньги. Номер на автомобиле будет, на котором купят на эти деньги, будет С-24-0-УУ. Вот такой, наверное, самолет они купят. Ликвидированные в Дагестане боевики были членами банк-группы Южная. Вот, видишь, как там все. У покойников они научились так проводить селекцию. Вот этот от Южных, вот этот от Северных и так далее. Я вообще не уверен, что они были боевиками из какой-то банк-группы. Ну, каких-то людей убили. Хотя вполне допускаю, в последнее время мы видим, что все больше и больше действительно на Кавказе появляется идейных. То есть, если раньше там идейных не было, так вот по чеснухе говорить. То есть, там были все идейные борцы за денежные знаки, то сейчас там появляется большое количество идейных. И мы в прошлом году это прогнозировали. Помнишь? Говорили, что появится. И что, в общем-то, волна такая народного гнева, она, конечно, поднимется на Кавказе очень серьезно. Да, Слава, помнишь, как в 70-х в школах собирали рис для голодающих Вьетнама? Да, там было такое дело. Ирина Бабыкина, которая была задержана во Внуково при попытке бегства в исламское государство, отчислена из высшей школы экономики за неуспеваемость еще летом. Об этом сообщили в пресс-службу. Ну да, вот видишь, очередную девочку поймали, которая хотела какому-то жениху, иорданцу, Язану, Адель, Галиму, Абаси уехать. Ну и Галимая подстава, понимаешь, я могу сказать, да, абсолютно, то есть вот у них сейчас вторая девочка из ИГИЛ появилась, то есть они борются таким образом с ИГИЛом, через девочек. Ну, а что, удобно. В МВД Чечни назвали провокацией информацию о подсчете молитв. Ну, я думаю, что если это копия телефонограммы, она разошлась везде, и никакая-то не провокация. Я понимаю, что им очень неудобно, они понимают, что ногами в жир попали, но, в общем, слов из песни не выкинешь. Рамзан Кадыгаров обвинил Турцию в пособничестве исламскому государству. Да, ну, представляешь, как Рамзан Хренов, он, в общем, рассчитывал на некое подобие лидерства Суницкого, да, ну, постоянно он там что-то выпендрился. А сейчас четко получилась такая ситуация, появился Суницкий лидер, хотим мы этого или не хотим. И занял то место, на которое претендовали и Гюлен, и Кадыров, и масса там народу, понимаешь, причем безосновательно они все претендовали. И сам Эрдоган безосновательно претендовал на это место, но вдруг раз, и Путин ему такой подарок сделал с этим самолетом, со всеми делами, и вот он возник. И что ему сейчас сделать? Вот у Кадырова конкретно, что в этой ситуации сделать? Ну, что делать Кадырову, ну, я сегодня матом ругаюсь, да, вот, ну, подрочить в сторонке, что ему делать, курить где-то в стороне. Если взять... Да, 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 что Кадырову делать? Кадырову ничего не делать, он никакой не лидер и никогда им не будет, все, понимаешь, никогда. Ну, а вот себе... Лидером надо родиться, а не сыном лидера надо родиться, понимаешь, так не бывает. Нет, вот, это проблема Башара, Асада, и это проблема всех остальных мажоров. Ну, вот если их всех брать, Путина, Асада, Эрдогана, им сейчас в этой ситуации что делать? Как себе... Ну, что делать Асаду? Асад, у него вообще вариантов нет никаких, он, на мой взгляд, единственный плюс, который... В Сирии все равно развалится, поэтому единственное, что он должен делать, он сейчас должен предоставить государственность курдам. Если он вообще хочет как-то что-то выруливать ситуацию, предоставить курдам государственность, наделить их территории, а Путин должен признать это государство. И вот тогда, конечно, будет проблема очень сильная Эрдогану, потому что часть государства курдов находится на территории Турции, и огромное количество миллионов курдов, аж 20 штук, находится там. И они захотят свое государство, понимаешь, и тогда гора Арарат перекочует. Будет еще одна тема, да, то есть была у армян, стала у турок, а теперь будет у курдов гора Арарат, если такое произойдет. Так что Путин мог бы такую подлянку сделать, но не сделает. А значит, почему? Почему? А потому что Иран будет против. А на территории Ирана тоже есть Курдистан, нафига ему это нужно, понимаешь? А у Путина новые дружки из Ирана, и если бы у него были мозги, он бы это сделал. Но у него нет мозгов, поэтому дружки из Ирана для него будут гораздо важнее. Ну, он мог бы Путин подкормить Гюлена, но Гюлен, я думаю, будет против. А вот как уболтать его, мы Путину не подскажем. Ну, оппозиционеров тоже мог бы подкормить националистов, экималистов там в Турции. Но он же не знает, где у них кнопка. А мы знаем, но мы все равно не подскажем. Я думаю, что Песков, который знает турецкий язык, не знает, где у экималистов кнопка. Ну, потому что так они устроены. Они знают, кто сколько денег может там. Они знают, как самолет внутри там нужно расписать и там, где хорошо на бомбардье летать, а где там хорошо на гольфстриме. А вот таких вещей они не знают. Так что, ну, ухудшить может Путин ситуацию на Кипре между турками и греками. Грецию может в этот оборот винтить. То есть, еще ухудшить ситуацию с Грецией и, соответственно, в Евросоюзе ситуация. Ну, это вызовет эскалацию напряженности. Но Путин это ничего не даст. Это будут лишние затраты, лишние враги. И я думаю, что он это может сделать запросто. Я вот, ты спрашиваешь, что делать. Вот на месте Путина я бы поставил Эрдогану мат в три хода. Вот в три хода, абсолютно спокойно. Это была бы трехходовка. Первый ход это Курдистан. А два других я не скажу. Понимаете, там пошел он нахер, это Путин. А Эрдогану что из-за вас? Ну, я думаю, что сейчас вот, давай по Путину. Закончим, потому что, да, заново вопрос. Вот кто союзник против Турции, естественно? Ну, Кипр, Грия, Брец, Израиль, Египет, Саудовская Аравия. И как ни странно, ИГИЛ. Как ни странно, ИГИЛ тоже может быть союзником. Там свои лидеры. Им нахрен не нужен какой-то лидер, пан-исламистский Эрдоган. Исламистский пан, нафиг он нужен, да? Так что, если вдруг случится так, что ИГИЛ начнет чудить в Турции, с Эрдогану весь лоск сразу сойдет. А уж ИГИЛ это чудит или не ИГИЛ, там хрен ее знает. Понимаешь, о чем речь? Поэтому никто там не разберет, кто ИГИЛ, а кто не ИГИЛ. А что делать Эрдогану? Ну, Эрдогану, кстати, ходов гораздо больше. Во-первых, он должен продолжать турецких националистов, подтягивать и врагов Путина. Если он, конечно, не хочет мириться с Путиным, а я думаю, что он не сильно хочет мириться. Он может устроить в Латакии гибридную войну, такой ДНР, ЛНР в одном флаконе. Причем дать ЗРК оппозиционерам туда, ну и, конечно, устроить военторг с танками, пушками, реактивными минометами. И тогда все эти С-400 и все эти базы с самолетами, они будут неактуальны. То есть, как там попрут военторговские танки, там сильно не забалуешься. Тогда Путину нужно будет принимать решение ввязываться, уже официально ввязываться в наземную операцию. Ну, Эрдоган может рок-н-ролл в Крыму устроить. С татарами. Да, благодаря татарам, конечно. На Кавказе может рок-н-ролл устроить. Причем это и в Чечне, и в Дагестане, и в Ингушетии, где хочешь. То есть, вот именно на Кавказе и РФ. Может какие-то документы опубликовать и огласить по коррупции, по путинской. Он же много знает. Он запросто может слить информацию. Эрдоган может сейчас дружить с Казахстаном, Туркменией, с Азербайджаном, Китаем, Ираном. Ну, в общем, со всеми заглядными путинскими друзьями. И там решать. Ну, уже он начал, видишь, там 28 числа с Китаем, Казахстаном. Все они там все документы подписали в обход Путина. Ну, он может устроить Казахстан наш. То есть, просто профинансирует русских националистов в Казахстане и все. Устроит рок-н-ролл. А, естественно, Зарбаев встанет на дыбы. Казахстан повторит Украину. Вот и все. Запросто он может сделать. Он может исламистов в Татарии и Башкирии использовать. Азербайджанцев может в Москве использовать. Может профинансировать сепаратистов в Калининграде. Ну, самые невообразимые вещи. Я бы вот на его месте, меня спрашивают, что бы сделал. Вот самые болезненные вещи для Путина я сделал бы. Я бы, во-первых, профинансировал и запустил антипутинскую систему СМИ. Радио на коротких и средних волнах, про которые мы говорили. По всей границе. То есть, Азербайджан легко, ну, через свои спецслужбы, там, может договориться и напрямую с лидерами, там, Норвегии, Финляндии, Прибалтики, Польши и так далее. Украины. Вот по всей границе на средних волнах мы видели, что захват более 100 миллионов человек. И еще на коротких волнах вести вещание туда. На русском языке, причем это недорого будет стоить. Причем не надо объяснять, что это Турция. Может, она там русское слово, да. И нужно просто говорить правду. Самое главное, не надо врать. И не надо будет там на клюшку туркам подавать. Можно просто правду говорить, и Путину уже хана. Но самое страшное, вот этого не делал никто, что может сделать Эрдоган. Вот в рамках этого проекта он может запустить радио и интернет детский канал. Представляешь, детский для подростков, где простыми словами будут говорить там, дед Вован, жулик и вор. Ну, простыми словами, которые ватникам будут понятны. И представляешь, какие-то интересные передачи будут делать для детей и подростков. И заодно... Как Библия для детей. Да, да, да. Рассказывают им, что есть кто и объяснять, что есть что и кто есть кто и объяснять, что происходит. Что жулики и воры втягивают нас в все большую-большую драку для того, чтобы просто самим здесь удержаться и продолжать нас грабить. Так что вот такие вот дела. Ну, и самый вот я для себя тут прям пометил интересную вещь. Я бы на месте Эрдогана разрешил возить сжиженный газ через Босфору, Дарданеллу. И он любит денюжки, поэтому мог бы совершенно спокойно на паях терминалы построить газовый в Батуми и в Одессе. И все, представляешь, какой удар. Жиженный газ, который дешевле обычного, откуда-нибудь из Канады, там австралийцы сейчас таскают. Ну вот они бы шли, шли. И все, Украина полностью за счет этого жиженного газа жила бы. Грузия тоже за счет этого жиженного газа. Все, ничего не нужно. Представляешь, и Путину кердык сразу. Выборы в Приднестровье состоялись. Явка превысила 25%. Ну вот, что это за явка 25%? Ты же сам понимаешь. Я понимаю, какие это выборы, когда явка превышает 25%. То есть, это значит, вообще никому не интересно. Вообще не интересно никому. Вот в Украине тоже, украинские СМИ пишут, что чудеса в Красноармейске. Данные явки избирателей от наблюдателей разнятся на 247 человек. Ну это классика. Вообще выборы, это уже каменный век. На любых выборах будут подтасовки. И чем жестче режим, тем больше они будут. Даже при самом демократичном режиме будут подтасовки. Поэтому выборы, это уже все. Человечество перешагивает через тот период, когда нужно заниматься выборами. Во-первых, что дают выборы? Они дают возможность каким-то мерзавцам отбирать народ. Вот и все. И что, зачем? Это называется выбирайте образ разрушителя. Помнишь, как в этом Охотнике за привидениями. Помнишь, пришел зефирный морячок такой. Вот нахрен нам зефирные морячки-то? Они нам не нужны совершенно. Отведенный гражданам Украины срок для определения своего статуса истекает в Российской Федерации в понедельник. А с 1 декабря миграционная служба начинает применять к нарушителям санкции. Да, вот такая вот. Ну, мы говорили об этой новости. То есть, украинцев были, как тут нам сказали, из гуманитарных соображений дали какие-то возможности. На самом деле, никаких гуманитарных соображений. Это тогда, помнишь, такое безумие было, когда шел к власти Ющенко, а Янукович просирал, то Путин разрешил без регистрации украинцам жить полгода, да, на территории Российской Федерации в любом месте. А граждане России должны были в то же время в течение трех дней зарегистрироваться, если приехали в Москву там или куда-то. Представляешь, то есть отношение к своим было гораздо хуже. Но Путин в этом весь. Ему надо вот это. Он с кем хочешь будет. Понимаешь, то есть он, я не думаю, что особенно сильно любил украинцев. Сейчас мы видим, что он вообще никого не любит. Поэтому, может быть, себя. Поэтому такая вот интересная вещь. Из Ростова-на-Дону в Крым с целью улучшения оказания медицинской помощи населению в условиях блэкаута направлен мобильный госпиталь. Госпиталь должен прибыть к ним сегодня, 30 дней. Представляешь, какое счастье. Там нет электричества, а им туда отправляют госпиталь. Так у них госпиталя нет или электричества? Я так понимаю, если госпиталя у них нет, то тогда Минздрав надо расстрелять в полном составе. А если у них есть госпиталь, но нет электричества, зачем им мобильный госпиталь? Что за херня вообще? Они лучше туда дизелек отправили, в этот госпиталь. Ну, то есть это вот путинщина в чистом виде. Моразм. Понимаешь, такой маразм, причем крепкий самый. Крымчан с нестратегических предприятий отправят в отпуск до 6 декабря. Да, и при этом заявили, это Аксенов заявил, а при этом он же заявил, что вернули электричество во все населенные пункты. Ну, если во все населенные пункты, то тогда зачем отпуск отправлять людей? А если во все населенные пункты вернули, так только одну лампочку или чем можно зажечь? Или одна лампочка на всех. Да, висит. Ну, я и говорю, одна лампочка такая висит посреди населенного пункта. Электричество вернули. Вот видишь, лампочка тут в центре площади висит. Молодцы. Глава Крыма обвинил НТВ во вранье. Да, то есть он заявил, что НТВ сообщило, что за год и 8 месяцев проблема энергозависимости решена не была. Там и так далее. Что приехали министры из России, и они решили проблему. И я согласен с Аксеновым все это вранье. Во второй части никакие Аксеновы ничего не решали. И никакие министры приехали и ничего не решат, потому что это херняж, мурдяк. Что они могут решить? Украсть могут лишнего там. Или то, что плохо лежит. Это они умеют. А что там реально сделать бы еще? Власти должны привыкать работать под общественным контролем, заявил президент на встрече с активистами общероссийского народа. Самое интересное, он там про общественный контроль. Ну то есть, вот мне написали уже, вы предупреждали, что Путину понадобятся хунвейбины. Да, вот неправильно немножко написали. Хун пишется. У нас будут именно так, как написали. Да, да, да. Да, хунвейбины. Вот. Так. Ну и вот он хорошо сказал про вот этих вот госаппаратчиков. Он сказал, зачастую там работают порядочные люди. Это называется, здравствуй, Фрейд. Потому что зачастую синоним нередко. Нередко. Не всегда. Ну нередко. Да, бывает там вот. Среди ста, может быть, полтора порядочных. Порядочных. И то уборщик. Да. Вообще просто. И пообещал проверить особые экономические зоны на прокручивание бюджетных средств. Вот это мне больше всего нравится. Такие, когда надо серьезную рожу делать. Что их проверять? Воруют. Воруют. Силуанов заявил, нефть может упасть ниже 40 долларов. И перед президентом России встанет выбор. Да, он имел в виду будущего президента, который придет в 2018 году. И он либо сокращать должен социальные расходы, либо повышать налоги. Силуанов, вот Вову хлопнем, и будущие все власти абсолютно спокойно все вопросы решат. Даже не заморачивайся, это не твой вообще вопрос. Ты будешь спокойно сидеть, смотреть на солнечную сторону, и удивишься, как легко все эти вопросы решатся. Даже при 10 долларов за баррель. Даже при 5. Удивительные люди, что они парятся? Вам все равно это решать не придется. Вот сейчас перед нынешним Силуанов стоит вопрос, да, выбор. Либо ему сразу застрелиться, да, чтобы как-то вот избавиться от геморрой. Но он этого не понимает. Если бы он понимал, он бы застрелился. Либо уйти в отставку и в трибунал. Сразу в трибунал. Ну, лучше застрелиться, конечно. Либо бежать в Корею, но лучше застрелиться или уйти в трибунал, чем бежать в Корею. Это же понятно. Ну, и самый такой веселый вариант, любопытный, это быть разорванным толпой. Но у Вова он живет в другом мире. Понимаешь, вот судя по его выступлениям, он говорит такую же чушь. И ладно, давай дальше пойдем. Ну, вот он будет выступать с посланием к Федеральному собранию аж 3 декабря. Ну, вот я об этом и хотел сказать, почему я остановился. Да, потому что меня понесло. Я думаю, что вот да, он сейчас будет выступать. А сейчас он великий. Если раньше ему там кто-то писал, то сейчас он влазит и поправляет. И вот он поучаствует сейчас в написании речи. Причем это будет, он там с похмела приедет откуда-то. Ну-ка дайте речь. Вот так вот должно быть. Вот так. И такую хрень сморозит, что останется в истории. Вот увидите. Наверняка вот это будет речь, в которой будут первые такие прям что-нибудь типа, что если у них там нет хлеба, пусть едят бревоши, да, там, ну, пирожные в смысле, как Мария Антуанетта. Ну, или какую-нибудь хрень, которая покажет, что Вова настолько далек от реальности, особенно это касается внутренней жизни России, внутренней политики. То есть, во внешней политике он там что-то парит, царит и думает, что он что-то понимает. И вообще он занимается серьезными глобальными делами. Ему тут не дальнобойщиков, да, не до платонов и так далее. Так что я думаю, что он такую херню скажет, мы еще поржем с вами после третьего числа все вместе. Как раз акция протеста российских длиннобойщиков против введения системы Платон, которую планировалось провести в Москве в понедельник, переносится, сообщил один из организаторов Александр Котов. Да, перенесли они ее якобы на четвертое число. Я понимаю, почему. Потому что третье выступление Путина. Что-то там пообещает. Надо именно было третьего числа устраивать и под лозунгами антипутинским. Путин иди нахер. Должны были быть лозунги. Тогда бы что-то кто-то услышал и засали бы. Вот дальнобойщики, которые ехали в Москву, 40 задержали там где-то в Калмыкии и сообщают, что в Петербурге, там тоже из Петербурга поехали на Москву, а в Петербурге они встречались с этим министром Соколовым. И единственный политический лозунг, который у них есть, отдалой министр Соколов. Хотя, что этот Соколов решает? Это Платон без всякого Соколова. Утвердили, никаких Соколовых и в проекте не было. И Соколов им сказал, что автоперевозчики смогут контролировать собранные Платоном деньги. Ага, смогут. Скажут, вот там в Ницце, вот этот вот особняк этого сыночка Ротенберговского, и это вот ваши там деньги, вот, контролируете, вот он там. Можете съездить и проконтролировать. Да, так что тоже такой морячок из зефира, знаете, Ротенберговский сынок. Координатора товарищества и инициативных граждан России, который, значит, занимался организацией вот этих вот стачек, дальнобойщиков. Его задержали, там у него что-то анализы не те, расторгуев его фамилии, что-то его хватали, проверяли, сколько он там заплатил штрафов. Вроде он не заплатил, потом оказалось, что заплатил, ну, очень полная хрень. Я так понимаю, что бороться они не могут. Если человек, они как, как они раньше привыкли, как вот с этой рынкой, пришли, наехали, козу показали, человек испугался, и все. И больше он ничего не говорит, не выпендривается. А если человек вдруг не испугался, то все, у них нет против него, нет у вас методов против Кости Сопрыкина, да. Все, понимаешь, они ничего не могут сделать, ну, не боюсь я их, все, что они со мной сделают. Как те вот в фильмах страшных показывают всяких там вурдалаков, которых не боишься, все, они с тобой ничего не сделают. Потому что их нет на самом деле, и сил у них нет, нет власти, нет сил, ничего у них нет. То есть ты их не боишься, они с тобой ничего не сделают. Просто надо их от начала до конца не бояться. Не вид делать, что ты их не боишься, а просто не бояться. Говорят, нахуй. И все. На космодроме Восточный раскрыли новую аферу на 168 миллионов рублей. Да, ну и что там, я думаю, что там гораздо все больше, но вот они пытаются нам такими вещами доказать, что они что-то, кто-то с чем-то борются и так далее. Космодром Восточный, они должны были открыть к декабрю, да, вот, то есть вот сейчас. А они открыли очередное уголовное дело, говорят, ну не получается, Космодром Восточный, но зато мы посадим очередного жулика. Да вы все жулики, сажайте себя сами. Мы, кстати, когда к власти придем, вы будете друг друга сажать сами, я вам это обещал. Мосгорсуд приговорил к 15 годам колонии строгого режима российского гражданина Валерия Селянина, обвиняемого в государственной измене. Да, ну, совершенно идиотские дела, да, там, совершенно секретно все, ничего никто никому не рассказывает, приговоры выносятся тайно, о чем речь никто не знает. Все, человек виноват 15 лет, я убежден, что там вообще ничего нет, вот даже дело не видел, даже не знаю, о чем речь. В МИАСе проверят дебош с участием помощника прокурора. Ну, прокуроры какие-то в МИАСе дебошируют, ну, классика, а что ж тут? Вот давай посмотрим, что еще у нас. Вот должность помощника депутата продавали за 10 миллионов какие-то помощники, да, нас только не стоит. Это нужно было сразу этим глупым помощникам понимать, что их хотят сластать. Когда к ним обратились, а за сколько можете нам предложить? За 10 миллионов, ну, все, мы готовы, это все, считай, что сидишь уже. Ну, дураки, вот, представь, какие депутаты такие помощники, одни дураки. И вот сын Чарль Чаплин открыл Всемирный фестиваль клоунов в Екатеринбурге, ну, я удивлен, это ведь плагиат. Всемирный фестиваль клоунов тогда еще в Свердловске открыл Ельцин, он был самым главным клоуном, и потом уже пошла плеяда таких интересных клоунов, как Путин, Медведев, и там их, как собак нерезанных. Поэтому сын Чарль Чаплина тут, он пальцем в небо попал. Так, так, вот. Ну, что, тут время у нас 30 минут, давай на вопросы ответим. Дальнобойщик требует отставки Димона Медведева, ну, Димон Медведев виноват, очень забавно это, конечно. У Путинские дружки деньги крадут, а Медведев виноват. Ну, это мой мальчик для бития, это понятно. Он и похож такой, битенький-забитенький. Вот, ну, меня просят пригласить в студию Веллера, он завтра будет в Саратове, но нет вопросов, если... Ильно, ты попробуй, свяжись, если он придет, я с удовольствием. Ну... Да, если ты его найдешь. Во-первых, я его, конечно, найду, но если у него в это время не будет спектакль... Ну, это ради бога, мы можем же и позже его пригласить, и как-то вопрос, можем напозже договориться, можем по скайпу с ним пообщаться. Веллер интересный человек. Он у нас был в дебатах? Нет. Ни разу. Вы понимаете, что будете делать с Ватой, которая после Гаги над Путиным будет бомбить, возможно, жесть города, свернуться в Англассе, боевика, еще приколыть, что ли? Ват, как только мы им по телевизору скажем, что Путин жулик и вор будет ходить и тут проклинать его. Вы что? Ват это самый... Вот почему-то все люди считают, что это самые главные проблемы. Это самое главное решение проблемы Вата, как вы не понимаете. Вата те, кто решает проблему. Почему? Им что скажут, что они будут делать? Скажут, воры подонок. Все, они... Да, воры подонок. И пошли маршировать, и молодцы, да? Что мы им скажем, то они и будут делать. Они слушают только власть. Достаточно взять власть, и все, вы святые, вы молодцы. Вы что? Не-не-не. Это как раз не проблема Вата. У нас гораздо большие проблемы будут. Гораздо больше, поверьте. И точно не от Вата. Услава, следуя вашей логике, подсказке о шуме Хиггел в Турции, а потом кто-то разберет ху из ху, может во Франции так же ху из ху, и снова дружим против исламистов. Я и вполне это допускаю. Вообще все вот такие вещи, они настолько могут иметь, как тот чемодан, столько дно, дон, да, открываешь, двойное дно, тройное, четверное. Так, что там кто-то написал? Я выше писал, Виллер вчера на их тормозился, что Мальцевы плохие новости не знает. И что с того? Представляете, какое у меня преимущество относительно Виллера? Я знаю, кто такой Виллер, а он не знает, кто такой. И я разве это не преимущество? Так что думаете, что мне обидно, что Виллер не знает, кто такой Мальцев? Слава Богу, это вообще большое счастье, не знать, кто такой Мальцев на самом деле. В наши дни. Помнишь, как в том анекдоте, когда студент сдаёт историю партии, профессор говорит, а когда? Виллер говорит, второй съезд партии. Ну, говорит, рассказывайте. Профессор, а я чуть-чуть забыл. Забыли, да. Ну, ладно, какой у вас следующий? 20-й съезд партии. Ну, что там на 20-м съезде партии, Никита Сергеевич? Профессор, я вот как-то смутно. Ну, тогда на третий вопрос. Ответьте, и всё. А какую должность занимает Леонид Ильич Брежнев? Профессор, а я как-то вот, как-то я не знаю. Молодой человек, а вы откуда? Я из Урюпинска. Профессор, в Урюпинск, что ли, уехать? Вот так и здесь, понимаешь? Мальцев, почему у тебя нет глобального проекта? Глобальный – это всеобъемлющий от глобал, от шар, от земля. То есть, мировой проект. Ну, нам вначале надо здесь решить вопрос. В России, понимаете, в чём проблема русского народа? В том, что русский народ, ни разу не решив проблему в России, всегда пытался решать глобальные вопросы. Это очень плохо. И шёл за лидерами идиотскими, которые хотели решать глобально. Ну, как Вова. Вова сейчас решает глобальные вопросы. Сирию побеждает, там, я не знаю, ИГИЛ, с пиндосами борется. А вопросы главные. Не туркам плохо, да, как тот городничий. Нам плохо. Вот главный вопрос. Надо с себя начать, всё будет нормально. С дальнобойщиков, с таких. С налогов. Ну, и с карой, конечно, вот этим уродом. Смерть Путина в ИГИЛе или в ИГИЛе? Ну, вполне я допускаю, что там и там. Вячеслав, если вас власть не трогает, по каким-то причинам это простых людей, которые скажут, нахуй, она тут же туда и отправит, вынести ответственность за то, к чему вы подталкиваете людей. Вы понимаете, власть не трогает только тех, кто не ручные. Понимаете? Власть трогает только ручных. Простой он или непростой. Поэтому я никого никуда не подталкиваю. Каждый должен для себя определиться сам. У нас уже время, да? Чего там какие-то фотки не показали еще? А, ну тут у нас вот упавший вертолет мы не показали. Не показали упавший вертолет? Чего еще не показали? А, вот эти ботинки, которые оставили, это в знак протеста в Париже оставили вот эти вот тапочки люди. Потому что там запретили гражданам тоже там. У них чрезвычайное положение, нельзя. Люди пришли и оставили свою обувь. То есть они вот таким образом продемонстрировали себя. До новоисторической эпохи у нас осталось 705 дней и полтора часа. От всей души я с этим всех поздравляю, желаю здоровья и до свидания. Продолжение следует...